Добрый вечер на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней». Сегодня вы увидите. Барановичи стали первой молодежной столицей Беларуси, благодаря чему удалось победить на республиканском конкурсе и какие мероприятия ждут молодежь в этом году, узнали наши корреспонденты. Расчистка улиц от снега проводится круглосуточно. В городе работает техника жилищно-коммунального хозяйства и предприятий. На 55 койках в травматологическом отделении 60 пациентов. Из-за большого количества поступления людей с травмами их приходится госпитализировать в смежное отделение. Открыть для себя неизвестные страницы далекой Индии жители города смогут до конца января. Фото-выставка работ Игоря Матвеева «Краски Индии» открылась в Центральной библиотеке. А теперь об этих и других темах подробнее. Барановичи стали первой молодежной столицей Беларуси. Конкурс проводился впервые по инициативе Министерства образования. Участие в нем приняли 10 городов, в финал вышли 4 представители конкурирующих городов прошли серьезный отборочный тур, в котором среди критериев были получение качественного образования, благоустройство территории города, возможности досуга и отдыха для молодежи. Лучшим по всем направлениям деятельности в 2015, а также по планам на 2016 год стал наш город. Благодаря чему удалось победить на республиканском конкурсе и какие мероприятия ждут молодежь в этом году, узнали наши корреспонденты. Барановичи стали молодежной столицей Беларуси. Конкурс за это звание проводился впервые. Получение качественного образования, благоустройство территории города, возможности досуга и отдыха для молодежи. Вот те критерии, по которым оценивались города участники конкурса. Город Барановичи был объявлен по результатам конкурса республиканского молодежной столицы Республики Беларусь. На сегодняшний день можно смело сказать, что мы стали первопроходцами не только в этом конкурсе, но и победителями, потому что это конкурс, который был реализован впервые. Идея конкурса зародилась еще в 2015 году в связи с тем, что год был объявлен годом молодежи, и, как известно, необходимо было создать какой-то программный продукт, который проявит свою молодежь не только именно в 2015 году, но и в течение других лет. Именно поэтому был создан такой вот проект, это молодежная столица Республики Беларусь. От Брестского региона участвовало два города, это город Пинск и город Барановичи. И очень приятно, что именно Барановичи прошел на областном уровне, вошел в республиканскую фазу и стал первым. Молодежный парк, натхненный операмогой, стал одним из решающих факторов в победе. Ведь такие условия для занятий спортом, площадки воркаутинга, скейтбординга, лыжероллерная трасса можно найти не во всех городах. Оценивались совершенно различные показатели по очень многим критериям, начиная от инфраструктуры города, то есть что было создано на уровне руководства города в течение не только 2015 года, но и предыдущих лет, именно для молодежи. В этом плане основным козырем, конечно же, от нашего города было представление это парка молодежи, вдохновленная победой. Уникальная инфраструктура, уникальное место, уникальная площадка. Кроме того, оценивался и уровень концентрации молодежи студенческой. У нас в этом плане город представлен Барановичным государственным университетом. У нас очень много спортивных площадок, которые созданы как хорошая инфраструктура для молодежи города. Ну и естественно, основными показателями, которые оценивались, это те мероприятия, проекты, которые реализовывались в 2015 году и те программы, планы, которые запланированы на 2016 год. В этом плане, конечно же, наш город стал объективным победителем, потому что на самом деле те проекты, которые были представлены, они, во-первых, новые, они ранее не заявлялись. Конечно же, мы постарались сохранить и традиционное наше мероприятие, которое является визитной карточкой нашего города, но в любом случае молодежь – это такой контингент, который требует постоянных нововведений, постоянного новшества. Поэтому, естественно, новые программы и новые продукты мы постарались внести в эту программу. Барановичский государственный университет, в котором учатся более 7 тысяч студентов, станет одной из главных площадок реализации молодежной политики. Одним из важных критериев при выборе молодежной столицы был уровень доступности и качества образования. И очень отрадно, что регион, региональный центр, хотя это 8-й город по населению Республики Беларусь, Барановичи, заметили, потому что та фундаментальная система образования от дошкольных учреждений до замыкающий цикл полного образования высшей школы, Барановичский государственный университет, конечно, не каждый регион может похвастаться. Ну и на сегодняшний день университет саккумулировал в себе и кадровый потенциал, и материальный потенциал. Это мы, с одной стороны, и очень довольны тому, что республиканские ресурсы, областные ресурсы будут подтянуты сегодня в город, и университет сможет поделиться тем накопленным опытом, и университет вместе на городской площадке станет площадкой по взаимодействию, по насыщению, по улучшению образовательного пространства. Основной упор, который будет делаться в рамках данного проекта, это то, что, ну, во-первых, в нашем городе будет проходить очень много региональных мероприятий, которые будут привязаны именно как к молодежи, как к центру сосредоточения молодежи. Кроме того, на базе нашего города будет проходить очень много областных мероприятий, в том числе мы очень надеемся, что в этом году на базе нашего города будут проходить основные мероприятия, касающиеся трудоустройства молодежи, потому что наш город третий год подряд становится лучшим в области по трудоустройству. И, естественно, многие республиканские мероприятия именно молодежного характера также будут уже концентрироваться на территории города Баранчик. Кроме того, мы предполагаем, что очень многие проекты будут вступать в фазу реализации именно на территории города Барановича, так как это будет стартовая площадка для деятельности молодежи. Официальная церемония вступления города в статус состоится уже в конце января. И весь 2016 год именно в Барановичах будут проходить все значимые события молодежной жизни страны, какие будут решать сами студенты и школьники. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Барановича сообщает, что 26 января в 11 часов в Большом зале Дома Советов по адресу улица Советская, 79, состоится семинар на тему налоги 2016 «Обзор изменений в законодательстве». Дополнительную информацию можно получить по телефону 45 3143. 12 января Беларусь испытала на прочность циклон Даниэлла. Оранжевый уровень опасности был объявлен во всех регионах. Связано это было с обильными осадками и сильным ветром. В нашем городе на улице вышла вся снегоуборочная техника. С приходом зимы возникает множество осложнений из-за обильного снегопада. Состояние улиц в это время, можно сказать, важнейший показатель благополучия жизнедеятельности. Если они в сугробах, парализуется движение. Поэтому уборка и вывоз снега – жизненная необходимость. Служба санитарной очистки и уборки в такие дни работает в усиленном режиме. Улица Камсуновка стабильная, техника у нас работает в полном объеме. С задачей, которую зима нам ставит, будет выполнено. Идет зачистка города всей имеющейся на базе техники. Служба была подготовлена к данным условиям. Техника своевременно готовилась осенью. И сейчас максимально усиленном режиме работы. Буквально с вчерашнего дня была привлечена полностью вся техника. На нынешнем этапе полностью зачистил город. Жалоб от жителей практически нет. Будем стараться, чтобы победить этот снегопад. Особое внимание уделено уборке магистральных улиц и очистке остановок общественного транспорта. Уборка снега в городе идет непрерывно, отмечают специалисты. Но и снег пока продолжает падать. Просьба жителям города, пожалуйста, не вставлять технику в неположенных местах для своевременной расшистки города. Иначе будут вызываться сотрудники ГАИ и будет эвакуироваться машина. На улицах города работают комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора. Сотрудники дорожной службы призывают автомобилистов правильно выбирать места для парковки. Ставить машины так, чтобы они не мешали расчищать снег. Работать коммунальником в усиленном режиме придется как минимум до конца недели. Снег, по словам синоптиков, будет идти до 15 января. Опасны не столько морозы, сколько пренебрежение самого человека к своему здоровью. Нередко просто в угоду культивируемой моде. Что же касается травм, во время гололеда чаще всего страдают руки и ноги. На 55 койках в травматологическом отделении числится 65 пациентов. Из-за большого количества поступления людей с травмами, их приходится госпитализировать в смежные отделения. Вот и дождались мы настоящей зимы со снегом. В течение нескольких дней в регионе будут нестабильные погодные условия. То минус, то плюс. Что обычно провоцирует больше всего травм, с которыми попадают в больницу жители города и района. Несмотря на то, что сильные морозы, синоптики прогнозируют только через несколько дней. В травматологическое отделение поступило с обморожением уже 7 человек. Поздравляю всех наших жителей Барановского региона с наступившим Новым годом, Рождеством. Хочу пожелать всем удачи, успехов, а прежде всего, конечно, здоровья. Как прошли наши праздники? Будем говорить, прошли не в штатном режиме. Но такая резкая смена погоды, когда у нас был минус, потом плюс, потом, а сейчас опять минус надвигается. Оно, конечно, сказалось на ритме работы во всей травматологической службы. Как поликлиник, так и травмопункт, так и отделение. За выходные дни, к сожалению, уже поступили пациенты, даже молодого возраста пациенты, с отморожениями. Всего через наше отделение прошло 7 человек. Значит, за праздничные дни госпитализировано было с отморожениями 4 человека. Остальные 3 человека поступили уже, в принципе, как последствия этих праздников, последствия этой холодовой травмы, через несколько дней после полученного отморожения. К сожалению, у двух пациентов отморожения очень серьезные. Одного пациента, даже у трех пациентов отморожения очень серьезные. Серьезность заключается в том, что им, уже одному выполнена ампутация, обеих нижней конечности на уровне голени. Но у второго и у третьего, очевидно, такая операция еще предстоит. В морозы необходимо всегда тепло одеваться. Обязательно нужно носить шапку. Через голову человеческое тело теряет до 40% тепла. Важно носить шарф, теплые носки, варежки и обувь на теплой и удобной подошве. Самая уязвленная группа населения во время сильных морозов и гололедов – это дети и пожилые. Именно поэтому в этот период за их самочувствием необходимо следить более внимательно. И, конечно же, исключить алкоголь, из-за которого люди не всегда адекватно воспринимают ситуацию. Алкоголь расслабляет человека, снижается критика, критика к окружающей обстановке, к себе. Кажется, что может дойти, куда-то пройти, что-то сделать, все навеселе. Но, тем не менее, алкоголь, он расширяет сосуды. И человек быстро получает переохлаждение, к сожалению. Кроме того, человек в состоянии алкогольного опьянения не может нормально и правильно сгруппироваться. Он может элементарно получить и получить не холодовую травму, что вместе с травмой опорно-двигательного аппарата он может получить и холодовую травму, потому что не сможет оказать себе помощь, не сможет кого-то вызвать себе на помощь. Поэтому, обращая на это внимание, сейчас люди немножко должны более бдительными быть и более смотреть за собой. Грустная статистика. Каждую зиму около 200 тысяч человек получают гололедные травмы. В декабре-январе по стране фиксируется около 800 случаев в сутки. В феврале-марте 450-500 травм в день. У этого мужчины травмы голеностопных суставов двух лодыжек. Сейчас проходит предоперационную подготовку. Неудачно упал возле дома 8 января. У соседа по палате, если можно так выразиться, рождественская травма, повторный перелом голени, также готовится к операции. Меры профилактики травм очень многообразны. Свести количество несчастных случаев к нулю невозможно, но предупредить их рост вполне реально. Берегите себя и своих близких. А теперь напомним о других событиях этой недели. Благотворительная акция «Наши дети» продолжается во Дворце детского творчества. Прошел праздник для детей, воспитывающихся в детских домах семейного типа. Председатель городсполкома Юрий Громаковский поздравил ребят и вручил им сладкие подарки, а их родителям сертификат на 2 миллиона рублей. 2016 год объявлен Годом культуры в Беларуси. О том, как обстоят дела в этой отрасли, в Барановичском районе, а также вопросы исполнения бюджета и задачи экономического развития, обсудили на заседании районного исполнительного комитета. Районный отдел внутренних дел подвел итоги работы за 2015 год. В итоговом оперативном совещании принял участие заместитель начальника УВД Брестского облсполкома Вячеслав Максимук. Старый Новый год на своих рабочих местах коллектив Барановического государственного университета встретил с хорошим настроением. Работники отдела культуры и творчества БРГУ в течение дня побывали на всех факультетах, ректорате и других отделах с театральным представлением. Завершился праздник вечером в общежитиях университета. Новый 2016 год в отделе культуры и творчества Барановического государственного университета стартовал праздниками-колядками. Сотрудники отдела подарили праздник всем коллегам, начав свое театральное представление с ректората. Завершился праздник сценическим действием в общежитиях университета. Символично, что именно в год культуры, объявленным президентом нашей республики, начал свою творческую профессиональную деятельность отдел культуры и творчества. На Беларуси коляды отзначаются вельми весело, шумливые гуляни, скоки, танцы, калядование с медведем, козой, цыганкою. Коляды это вельми такие святые, и они на Беларуси мают шмат традиций, шмат напластований, как языческих, так и християнских. Языческие коляды свята, солнцестояние, народжение солнца и християнское роство Христово. И сегодня мы колядуем по Бардуу, и так само венчуем у всех же хоров города Баранович. Часосвятые мы ожидаем, как целый год, 2016 год, был добробыт в ваших хатах, счастье, семья, как плодились, как дочки, сынки народжались, и как все у вас было добро, и грошей, и грошей много, как было у вас. Разнообразие персонажей, нарядные костюмы, песни и танцы вызывали только положительные эмоции у тех, кто на рабочем месте смог окунуться в атмосферу настоящего праздника. Добрые слова поздравления звучали для всех жителей нашего города. Дорогие жители нашего города, отдел культуры и творчества Барановического государственного университета начинает новый 2016 год, который объявлен в Республике Беларусь годом культуры, празднованием замечательных традиционных святок, калят. И мы хотим поздравить всех сотрудников не только университета, но и, конечно же, жителей нашего замечательного города, и всех гостей. Мы хотим пожелать крепкого здоровья, благополучия, конечно же, хорошего, позитивного настроения, душевной теплоты, и чтобы все ваши желания и мечты в новом 2016 году обязательно исполнились. С праздником вас! Калятки стартовали в Баргу впервые. Подарить хорошее настроение и радость во время рабочих будней была главная задача креативного коллектива отдела культуры и творчества Баргу. В сторону Индии, которая остается за кадром туристических путеводителей, представил горожанам барановический переводчик, писатель и публицист Игорь Матвеев. Выставка фоторабот автора на днях открылась в Центральной городской библиотеке города. Красками Индии любовалась наша съемочная группа. То, что туристическая Индия заметно отличается от Индии подлинной, ни для кого не новость. Блещущие великолепием Красный форт, Храм Лотоса и Тадж-Махал на карте Индии выглядят райскими островами, тонущими в океане сора и нищеты. На родину буддизма и Болливуда Игорь Матвеев впервые приехал в 1985 году в роли переводчика. Возвращение в страну контрастов в минувшем году вдохновило автора на создание данной выставки. Уже сегодня увидеть фотографии о жизни и традициях простых индусов и познакомиться с историей этих снимков может любой желающий. Были сомнения насчет того, стоит ли организовывать выставку, посвященную Индии или нет, потому что тема эта достаточно известна. Многие наши люди ездят в Индию по туристическим путевкам, многое видят из интернета. И поэтому я сначала в качестве эксперимента опубликовал в газете «Заря» свою статью об Индии, которая называлась «Путешествие в страну лотосов». Вот она здесь на развороте. Потом я зашел на сайт газеты «Заря» и посмотрел отзывы. И по отзывам, положительным, очень приятным для меня отзывам, я понял, что есть интерес к этой теме. Первая выставка работ автора открылась в библиотеке три года назад. Как и в прошлые разы, тематика выставки была посвящена не достопримечательностям, а не раскрытым страницам далекой страны, ее людям и традициям. Самым интересным в моей выставке будет то, что я не стал снимать традиционные достопримечательности типа Тадж-Махала, башни Кутаб-Минар, Красного форта и чего-то другого. Я был в таких местах, куда туристы в основном не попадают. И поэтому мне было интересно снимать, как живет индийская провинция, индийская глубинка. И вот результаты этих моих съемок жители нашего города могут увидеть на моей выставке. Согласно верованиям, разновидностей которых в Индии большое множество, многие индусы поклоняются животным. Священной в Индии считается корова, однако среди индусов существует поверье, что после смерти душа человека переселяется в любое животное, в зависимости от того, как жил человек. Переродиться в корову – высшая награда для индуса. Помня об этом, коренное население старается жить в гармонии с окружающим миром. Убивать животных, даже таких паразитов, как крысы, значит нарушать эту гармонию. Такое отношение к жизни рождает явление, которое можно наблюдать только в этой стране. Например, храм, где живут тысячи крыс и никого, кроме них, туристы могут увидеть только в Индии. Эта выставка интересна будет прежде всего туристам. Обычно в Индию мы приезжаем, и нам показывают ее с красивой стороны. Игорь Александрович сегодня нам рассказал о том, какая Индия есть на самом деле. Я думаю, это решающий такой фактор, это будет очень интересно будущим туристам, ну и вообще людям, которые интересуются Индией. Несмотря на то, что Индия занимает лидирующие позиции в рейтинге самых грязных стран мира, отношение к гигиене у индусов особое. Например, во время питья индусы никогда не касаются губами горлышка бутылки или стакана. Вместо этого заливают воду струйкой в открытый рот. Тему гигиены, безработицы и переизбытка населения, а также проблему тяжелого женского труда автор поднимает не только на бумаге, но и на фото. В культуре Индии мастер техники росписи по телу Катерина Шиховцова увлеклась несколько лет назад. Сегодня с помощью этого простого приспособления девушка создает на теле изысканные узоры. Мехенди – это роспись хной, в которой каждый завиток имеет свое сакральное значение. О культуре Индии я узнала, когда я пришла в университете на занятия хатха-йогой. После этого оказалось, что у Индии традиционно сохранилось много знаний интересного, и все, которые мы сегодня слышали, какие-то легенды. Они очень интересные, очень мудрые, о правильном женском воспитании мне очень интересно всегда было. В Барановичах это не сильно популярно, но в Минске есть фестивали. Там я увидела, как рисуют Мехенди роспись хной, сама купила тюбик, начала сама рисовать, потом по раночек на всех выставках, и сейчас уже два года рисую. Сделать временный рисунок хной, а также открыть для себя неизвестные страницы далекой страны горожане смогут до конца месяца. В зале литературы Центральной библиотеки города Барановичи. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!